Всем привет! Сегодня предлагаю начать серию видео из разряда Помогите Даше Следопыту У меня в гараже появился вот такой вот газонокосилк Причем работает он действительно как газонокосилк Сейчас машина ко мне во двор приехала на веревке В гараж заехала самостоятельно, но после того, как я снял впускную гофру То есть ей дало больше воздуха, она все-таки завелась Так вот, я планирую залезть в двигатель Я планирую провести дефектовку, диагностику И в общем-то привести мотор в хорошее состояние Но поскольку комментариев к моим видео появляется иногда много Из разряда, а что вот это не сделал, а почему так не сделал Недавно коммент вообще был кайфовый по поводу, что я работаю, что-то говорю И музыка играет, и такие, о, колхоз, чего кого слушать Ну, не знаю, кого слушать, блин, как можно работать без музыки И, кстати, то видео, по-моему, защищено, закрыто от монетизации Потому что по музыке как раз подали права Так вот, есть вот такой матиз Предлагаю, пока есть время, накидать варианты, что мне с ним делать, с чего начинать Значит, проблема в чем? Машина, а, дымит Б, поддваивает Дальше что? Ну, кушать масло, естественно Во впуске масло оказалось Антифриз на месте После того, как заведется, собственно, поработает Даже газу резко бросаешь, не держит холостой, вплоть до заглохнуть Ну, себе-то я цель мероприятия уже выбрал Да, ну вот, давайте накидайте варианты Что это, что может быть Потому что у меня есть предположение, что проблема и в голове, и в блоке Все дело в том, что по спидометру у нее 113 тысяч Но машина 2013, по-моему, года Купленная за 90 тысяч То есть на вопрос хозяйки тебя, как бы, ничего не смутило Она сказала, ну, нет, прикольная, аж белая Ну, там, да, говорит, мятый кузов Ну, ничего страшного Так вот, есть вот такой сарай Накидывайте в комменты варианты Куда лезть, какую диагностику произвести Собственно, что с ним произошло И что может быть Ну, и давайте под финалочку этого коротенького видео Я ее сейчас попробую завести И, ну, вот, послушайте, какие у нее симптомы, синдромы и так далее И, ну, вот, 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 вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Завелась она вообще каким-то чудом. Сейчас, если хозяйка бы это увидела, она вообще не поверила, что машина сама сюда заехала. Вот, вы видели, вы слышали. Накоптила она, конечно, прилично. Вот, что хозяйка делала на профессиональном сервисе, на котором она, кстати, оставила очень приличное денег уже. Ей должны были менять ремень ГРМ, ей должны были отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Вот, собственно, и всё. Дальше, что я уже делал с этой машиной. Я мерил ей компрессию месяца три назад. Компрессия во всех горшках была ровная, но завышенная. И я мыл форсунки, я и менял свечи. Ну, пока вот так. Машина к тому моменту, в принципе, старалась ещё ехать. Ну, вот сейчас она как бы уже приехала. Накидывайте свои мысли, накидывайте свои варианты, куда лезть, что делать, что смотреть, как диагностировать, как ремонтировать. Повторюсь, я уже себе план наметил, но будет интересно услышать ваше мнение, взаимодействие с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, следите за серией этого видео. Поскольку я всё равно планирую залезть, наверное, в мотор по самый коленвал. Вот, потом это всё дело аккуратненько, красиво собрать, конечно, если в этом будет смысл. Если не будет смысл, это будет замена двигателя. Но всё же, если смысл будет в ремонте этого двигателя, то если долезу до поршневой группы, то потом ещё под финалочку проведём холодную обкатку. Благо машина на ручке, она нам это позволит сделать. То есть, я так думаю, что с этих горя 53 лошадей, ну, полтинник оживить у меня должно получиться. Но интересно ваше мнение.